Ребята, всем огромный привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли. Добро пожаловать в наши практически ежедневные видосы. Ставьте турболайк авансом прямо сейчас, и мы начинаем. Сегодня у нас 6 января. Сегодня, кстати, должна быть, и она идет, тренировка на автодроме. Но я туда не поехал, потому что, во-первых, мы не доделали жигу. Но мы могли ее доделать, но я знал, что лед растаял. Сейчас температура минус 1,0, и, насколько я понял, там очень много асфальта. Ночью, по идее, должны быть морозы, минус 7, минус 10. И как раз-таки в ночь, в вечер, будут заливать автодром. Поэтому я надеюсь, завтра будет лед. Конечно, 64 участника, скорее всего, этот лед выкатают на квале. Но посмотрим, что будет. В принципе, жига должна ехать. Ну, по мокрой каше шестналь должен ехать, по идее. Сейчас беру еще вот такие покрышки. У меня ханкуки лежали еще с прошлого сезона или позапрошлого. Начну, наверное, на ханкуках. У меня еще есть гисловет, но гисловет, мне кажется, более такой стритовый. Начну на ханкуках, а, конечно же, парные поеду на восьмой хаке. Такой пока план. Но на самом деле, с учетом того, что все тает, блин, как бы это не превратилось в асфальтовое побоище на жигах. Вот такая у нас в Петербурге сейчас снежная зима. Снег, кстати, валит. Тундра. Приятно ездить после детейлингов. Была чистая, но сейчас уже, конечно, когда едешь, особенно по каду, как бы грязь эта не скатывалась с тебя вниз, все равно уже грязноватая. По-моему, мыть еще нельзя. Да, 10 дней нельзя мыть ее. Еще пару дней надо покататься. Фарами доволен полностью. Короче, всем светом доволен. И задним ходом, и подсветкой багажника. Здесь вообще вопросов нету, все круто. Ставь лайк, если ездил сюда за учебниками в школе. Это, наверное, относится к ребятам там 90-95 года. Я сейчас заезжал в магаз Клав Турбо, который открылся в Питере. Хорошая тема для зимних жиговодов. Взял новый поддон, потому что у нас там произошел казус. Парни начали менять масло и заметили, что одна шторка отвалилась. Прожила она, получается, 3 года. Ну, прожились шторки на поддоне в противоотливном. Позвонили сейчас в магаз. Есть в наличии турбо поддон, но он отличается только масло сливом. Масло слив отрежем, заварим, и будет у нас обычный атом поддон. Поэтому сейчас заехал. Взял еще для пархода 2 петли. Я так понимаю, он перед соревнованиями решил поставить петли. Я примчал в Бус-Воторс. Серега сразу впустил в работу поддон новый. Отпилил уже масло слив. Уже шарошек, чтобы заварить. Чтобы четко заварить. Круто, круто. Так, жига у нас на подъемнике. Без поддона, как вы видите. Вот поддон. Ее оторвало? Вы ее обратно на место вернули? Да. Ну, в принципе, наверное, это нормально. Ну, с учетом того, что он долго ходил, парни сказали, срочно покупай новый поддон. Но он стоит 2 500, поэтому решили купить новый. Хотя, можно было, наверное, что-то здесь придумать. Но так как времени придумывать нет, легче купить в наличии. Ну, вы ее доделали? Готов? Да. Громко. Работает. Стенсеры приезжайте. Нет. Стенсеры приезжайте. А, да, приезжайте. Так нет или приезжайте? Звоните Сергею, короче. Георгию не звоните. Поддон уже заварен. Вот. Шторки проверили, они выпадают? Пока нет. А вкладыши живые? Здравствуйте. Да, сейчас все проверим. Вкладыши распредвалов. Давай. В угол, в угол надо. Вон тут складку выглядит. Колесо в море. Я видел, что по проводам улетел. Я выехал на небольшой тест-драйв Жиге. Так проверить, что все работает. Все прикручено. Бустам огромный респект. Все сделали. Масло поменено. Залил я, кстати, мотюль, которую выиграл на соревнованиях. 5.40. Ну и, соответственно, поддон поменен. Он был, конечно же, не очень болтон с плоскостями. Но Гоша там очень долго старался и все приклеил, все прикрутил. Поставил я еще назад стоковые пружины, непиленные. Прямо очень мягко едет. Жопа прям супер мягкая. Замок зажигания поменяли. Вот старый лежит. Потому что он глючил и стартер срабатывал сам. Ну и протянули всю подвеску. А, еще сделали передние фары, чтобы горели. И задние фонари тоже, чтобы были и стопы, и габариты. Ну, вроде неплохо едет. Забыл сказать, что поменяли передний супер. Его, правда, давно поменяли, но в нем была проблема. Он блокировал, получается, колесо переднее. И, соответственно, до тренировки я ехал очень странно. Но сейчас все окей. Заправим сейчас полный бак, чтобы сразу завтра был бензик. О, ничего себе. Чисто на пульсаре будем двигаться. Короче, вот такая белоснежка получилась. Нет, даже лучше снежная королева. Блин, когда она не распечатана, смотрится, конечно, очень круто. Прям нравится. Вызывает улыбку. Сзади немножко джип, но так надо. Так, проверка лежачими полицейскими. Вроде все отлично. Тачка мягкая, капец, получилось. Ну, по морде нормальная. По морде жесткая, как и должно быть. По жопе мягкая. Так, я сегодня должен был заехать в гараж, собрать еще все вещи, потому что я хотел на автодром с джигой ехать на подкате. Так будет удобнее всего, плюс будет, так сказать, под рукой техничка. Но здесь образовались экстренные планы, поэтому я поехал помогать Гоше, который сейчас только что забрал у Толя на Кизина тачку. И завтра на ней будет участвовать. Предыстория такая, то что, что Гоша, что Серега не хотели участвовать, потому что у Сереги дела. У Гоши тоже были семейные дела. И я так понимаю, что он не очень верит в свою тачку, что ли, что она поедет, я не знаю. Плюс у него не было резины. Поэтому только Пархо и я вызвались участвовать в соревнованиях, скажем так. Но Густам позвонил наш знакомый Толя и сказал, что он не едет завтра, дает тачку, дает резину, и у него еще оплачено участие. Сначала предложение было Сереге. Серега от него отказался. Очень жалко, кстати. Потом он позвонил Гоше, и Гоша, подумав хорошенько, договорился со своими и сказал, что поедет. Поэтому мы сейчас ехали за город, тут ехать за город полчаса до него. Взяли его Жигу, его шестерка на Шестнаре. И сейчас едем в Бус Моторс, время уже 23.51. Я в гараж, походу, завтра утром поеду. С 8 надо быть на автодроме. Вот Гоша сейчас собирается прочекать быстро машину. Ну, там, в принципе, все готово. Она полностью под дрифт собрана. То есть там Шестнарь, в Аптурборычаги, ручник, все это работает. В принципе, никаких проблем не должно возникнуть. Но Гоша сказал, что еще раз ее посмотрит и, получается, оденет новую резину. Хаку-восьмую, предоставленную спонсором Толяном. И поедет уже на соревнования. Я, конечно же, рад такому моменту, потому что очень хотел, чтобы вся тусовка участвовала в соревнованиях. Неважно, какие соревнования, зимние, летние. Ну, сам как бы дух соревновательный. Это круто, особенно, когда едешь командой. Ну, или каким-то своим коллективом. Вон там Гоша над нафарой едет сзади. Вот Гошина пушка на завтра. Так, по традиции, гаражная Джимхана. Георгий тестит тачку. Ничего не видно, но ничего. Домчали до бокса. Георгий, как ощущения от Шестнаря? Очень круто, блин, очень бодрая тачка. Ну, там, походу, лосня, но все равно мне очень понравилось. Шестнарь, если я представляю, как эта тачка валит, что тогда твоя четверка делала на 8-клопе 1.7, блин. Да, она ехала бодрее, кстати. Я чувствую, прям, пауэр. Если в моей все время еду, знаешь, она такая, как будто в натяг, такая, вот-вот-вот-вот, и уже спрямится. Здесь чуть газ нажимаешь, все, она бах, подрывает, бах, боком. Ну, пока непонятно, что с рулечкой. В принципе, очень прогнозируемо, похоже на мою. Ну, в принципе, синева, но и вон синева. Да, на клоп-турбо, я думаю, везде одинаковая. Да, так, блин, пока что без нареканий. Единственное, что я сначала перепугался, я позвонил Толе сразу. Педаль тормоза вообще в самом конце. Я такой, у меня есть повод для беспокойства? Она такая, все нормально, все нормально. Понятно. Ну, ручник работает пока что, и ручник, кстати, тоже прикольный. Это, по-моему, ИК-4, такой же, как у меня. И хапает сразу вообще, я посмотрел какой-то цилиндр, не понял. Ну, очень-очень. Круто, круто. Круто, очень-очень у меня. А так я в восторге, просто в восторге. Так, я все-таки успел за последние 10 минут заехать в гараж, пока его не закрыли, и взял все необходимое на завтра. На самом деле, для зимнего дрифта самое главное, это, конечно же, гайковерт, да, чем откручивать колеса. И домкрат. В принципе, в остальном так, взял сумку с инструментами и что-то еще по мелочи. Лопату взял, не знаю, зачем на всякий случай. Жига осталась в бустах. С самого утра, получается, надо к 7.20 туда приехать, загрузить жигу, и все вместе поедем уже на автодром, как раз к началу, к 8, к 18, где-то так. Ну что ж, первые зимние соревнования, на самом деле, в предвкушении их, конечно же. Хочется посмотреть вообще в целом на организацию, на трассу, на количество участников вообще, как будет ехать народ, короче, очень интересно. Поэтому уже завтра вы увидите эту серию, как будут проходить наши первые соревнования в Петербурге. Я очень рад, что к нашему составу Спархо добавился еще Георгий. Это реально очень круто, это уже коллектив. Ну и на этом моменте наш видосик подходит к концу. Огромное спасибо всем тем, кто поставил турболайк, либо атмолайк. И как обычно, с вами был Серега Стилов. Подписывайтесь обязательно на канал, подписывайтесь на инстаграм. Тренируйтесь, стройте тачки, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok